Я вас приветствую Вот мы смотрим мульты, как это представлялось в мечтах или более реальных схемах полета большого корабля на Луну, полета и полетов, которых на самом деле не было Во многих моих роликах, во всех по данной теме, я высказываюсь о том, что полетов не было, что это все фальсификация Как говаривал Марк Твен, легче лгать человечеству, нежели убеждать его в том, что ему лгали Одно из сомнений, это то, что НАСА сначала делает сенсацию, полетели, мол, а потом на десятилетия прячет все материалы, в том числе грунт, камни, камни именно коренные породы Потом часть материалов, кинопленок, негативов исчезает и испаряется И спустя годы всю эту сенсацию выдают уже выхолощенной, отфотошопленной, так сказать А когда НАСА ловят на лжи, например, с отражением третьего астронавта в шлеме, с буквой С на камне и тому подобное То сотрудники НАСА идиотски отшучиваются, срочно фотошопят, либо убирают фото из общего доступа Разве так ведут себя люди, говорящие правду? А главное, как удобно? И проверить становится все более невозможно А в скафандр можно запихать кого угодно, доснять, переснять Вот как говорил на эту тему Алексей Архипыч Леонов в светлой памяти Некоторых кадров для логики монтажа, их просто не было И Кубрик снимал это все в Голливуде Вот надо было доснять открытие люка Надо было доснять, когда Нейл Амстронг начинает спускаться по лестнице По лестнице, вернее по трапу Вот этот участок Или говорит, вот там флаг болтался, он не должен болтаться Флаг действительно не должен болтаться Но флаг, ткань армирована сеткой Все это было скручено в трубочку И одет был чехол Когда сняли чехол, то полотнище флага стало разворачиваться И вот остаточная деформация этой сетки создало впечатление, что он полосится Вообще всяк вот рассуждать или какая-то лихость против Америки Знаете, почему сыщик всегда ловит преступника на вранье? Потому что сыщик внимателен к мелочам Вот так же я в моих роликах всегда обращаю внимание на мелочи Невозможно подделать все до мелочей Сотрудники НАСА уже более 52 лет подгоняют и подгоняют И всегда прокалываются на мелочах Как проще всего распознать ложь? Нужно применить дедукцию Или сравнить ее с известными уже фактами Не вызывающими сомнения Вот такое длинное вступление к еще одной теме сегодняшнего ролика Лунный модуль скользит вдоль поверхности Луны Раздувая своим двигателем реголит Самое интересное, что пыль летит, а поверхность остается неизменной С нее ничего не сдувается, как можно заметить Камни не оголяются, грунт не оголяется И откуда летит пыль, непонятно Ни на одном снимке поверхности Луны Под модулем не видно следа отработавшего двигателя Хотя астронавты заявляли, что на высоте уже в 10-15 метров Ничего не было видно И вот вдумайтесь, аппарат летит с поступательным движением Выбивает из-под себя пыль, грунт Но присевший на Луну остается чистеньким Однако астронавты заявляли, что пыль липкая и липнет ко всему Так она липнет только к скафандрам или ко всему кораблю Ведь корабль-то сложен из разных-разных материалов Он не весь окутан блестящей пленкой Есть металлические детали, есть детали, покрытые чем-то черным Масса выступов, масса пазух всевозможных Никакой пыли туда не залетело Никто не сфотографировал И нам об этом не говорят Что вот сюда попала пыль Мол, тут стало грязно Все чистенько Как только что из завода Про то, что отраженной струей двигателей смялось сопло Я уже говорил в одном из моих роликов И ссылка будет И опять вернемся к сакраментальному вопросу От галош астронотов следы есть, а от двигателя нету Следы это да Но я все-таки хочу акцентироваться на том Что пыли не осталось нигде На корабле, на его поверхностях И если они говорили, что пыль сильно липкая То почему на галошах нет пыли? Может быть от того, что какая-то часть отталкивает Какая-то не отталкивает пыль Но хотелось бы об этом знать, читать, понимать Вот фотография Чистый галош, подмели, щеточкой почистили На многочисленных фото НАСА Стоящего якобы на Луне модуля Мы нигде не обнаруживаем следов работы двигателя Хотя от легких галош астронавтов И самих астронавтов Они же в шесть раз легче на Луне, чем на Земле Следы-то есть И натоптанные следы Прям в непосредственной близости от двигателя Вроде как эту пыль должно было сдуть И тут должен бы быть камень Или твердая поверхность На которой бы не оставались такие четкие следы На просторах Тернета немало высказываний о том Что сила струи двигателя не мощнее, чем домашний фен Ну а сейчас мы смотрим съемки 66-го года Это НАСА, это вакуумная камера И пыль реголит различных размеров Под различным давлением Под воздействием струи Я думаю, советские опыты такие тоже были Но мы не видим и не читали Если вы читали, вы скажите Я-то не читал Крутятся огромные планеты Далеко раскиданы в пространстве Чтобы уловить немного света Крутятся планеты словно в танце Видят только издали друг друга И мерцают, подавая знаки Ночь одна им верная подруга День их господин один во мраке Земля, земля, я Юпитер Вы не спите, еще не спите Смотрите, смотрите Смотрите, смотрите И исчезает млечный путь Земля, земля, жаль туманных исполинов Каменистый берег Каменистый берег их пустыне Кто важнее им себя любимых Тот, кто так далек, сам в том повинен Так и мы с тобою, как планеты Далеко проносимся в пространстве Что ты? Земля, земля, я Юпитер Вы не спите, еще не спите Смотрите, смотрите И исчезает млечный путь Земля, земля, я Юпитер Подождите, не уходите Летите, любите А я как-нибудь Юпитер Ну а hogiter Водора Таня Учитель Земля, земля, я и у Питер Вы не спите, еще не спите Смотрите, смотрите Убегает млечный путь Земля Летите, любите, а я как нему Смотрите, я и буду Продолжение следует...